Солнце повисло над городом пыльным, плавит лучами Асфальт и машины, люди спасаясь сбегают на пляже, километровые пробки туда же. Мы же решили семейным советом, нафиг не нужно нам даром все это. Отдых такой, неприемлем никак, лучше поедем туда, где дубак, где мошкары безразмерная стая, на форсаже над тобой пролетает, где на опушке грибы и черника, а чуть подальше морожка с брусникой, там же медведя ты встретишь в лесу и с перепугу взлетишь на сосну. Долго не будем мы в путь паковаться, надо нам только мыслями собраться. Кофр Теродрайв нам расширит границы и наш шмурдяк в него весь вместится. Смазку в авторавенол мы зальем и за дорожку кефира бухнем. Пусть здесь на Балтике будет жара, мы едем на север кормить комара. Музыка. Кофр Теродрайв. Музыка. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Мы находимся в зимнем саду Мусоргских Как зимой тут поддерживалась температура Непонятно печками Печки ведь были, центрального отопления Тогда еще не было Вывесились на глубоком броде С лебедкой оказалось быстрее, нежели чем с хайджеком Рассвет на берегу реки Западная Двина Протекающей в западной части Восточноевропейской равнины Протекает река по территории Трех стран России, Белоруссии И Латвии Берет начало на Валдайской возвышенности А далее течет через озеро Охват И впадает в Рижский залив Балтийского моря Река очень извилистая Берега высокие По берегам преобладают смешанные И хвойные леса Красота! Завтрак на природе Так бы и сидело целый день Четвертый день нашей экспедиции На литовской границе Кроме страховки за 2450 Стали требовать еще техосмотр На белорусской границе Говорят добро пожаловать в Беларусь Сюда ехали Пять раз эту ветку поднимал Все за тирадрайв Она цепляется А там еще сзади велосипеды Теперь могут любой высоты машины Проходить по этой трассе Вот она Наша штиль Каменная церковь в лугах С пределом в трапезной Построена на средства прихожан Строительной артелью Тарапецких каменщиков Основной объем Двухсветный четверик С небольшим световым барабаном И полукруглой апсидой В середине 19 века Западной стороны Пристроена трехъяростная колокольня В стиле позднего классицизма Здание плохо сохранилось В отличие от внутренней росписи На берегу озера Охват Искупались На улице плюс 20 Вода градусов 17 Видимо последние теплые деньки Тут озеро доживает Все знают про исток Волги Около озера Селигер Но мало кто знает Что другая крупная река Европейская Берет свое начало От города Пены Недалеко город Селигер Это исток Западной Двины Он находится в Пеновском районе Около деревни Щеверева Южной части Корякинского болота Вытекает Анучинский ручей Который является истоком Западной Двины Дарее ручей протекает Через озеро Корякино Двенец И в озеро Охват Откуда Западная Двина Уже вытекает большой широкой рекой В озере Охват Мы уже купались Озеро Корякино Рыба в озере не водится Мемориальный комплекс Ксты На берегу озера Пена На месте сожженной фашистами Во время войны деревни Ксты 9 января эсэсовцы мертвая голова Расстреляли и сожгли здесь 78 человек Из трех деревень Младшему сожженному было всего 9 месяцев Утренняя рыбалка на реке Волка Удачная Кто поймал, тот и чистит рыбу Такой закон Суровый Редактор субтитров А.Семкин Ширков Погост Ширков Погост широко известен тем, что здесь находятся две церкви Освященные в честь Рождества Иоанна Предтечи Одна каменная, построена в 1912 году из красного кирпича Другая, не имеющая аналогов России Образец древнерусского деревянного зодчества Многоярусная, построенная в 1697 году из дерева Без единого гвоздя, высотой 45 метров Это 14-этажный дом Деревянная церковь была построена на месте еще более древней Заложенная в честь победы Александра Невского над литовцами Одержанной здесь в 1245 году Редактор субтитров А.Семкин Медведь завалил два дерева Видимо, вот там в кустах сидит в засаде Берем острую ножовку, которая с дома заточена трехгранным напильником Садовая называется, будем фигачить Песовозная дорога, затем 10 километров по полю И вот мы приехали к Троицкой церкви в Увицы Построена в 1779 году торопедскими мастерами Храм заброшен Река Волга Ехали-ехали и приехали Дальше дороги нет, какой-то бурелом сплошной Дальше дороги нет, какой-то бурелом сплошной Песы Субтитры создавал DimaTorzok Перехожу через Волгу, один шаг и я на другом берегу. Мы находимся на истоке Волги. Волга берет начало на Валдайской возвышенности на высоте 228 метров и впадает, как мы все знаем, в Каспийское море. Волга – крупнейшая в мире река Внутреннего Востока, то есть не впадающая в мировой океан. Исток Волги на протяжении тысячелетней истории России оставался местом паломничества. До революции 1917 года здесь ежегодно совершался обряд освещения воды. Вода холодная и коричневого цвета, такая торфяная, но чистая, прозрачная. Ох, дуба! Едем на Селигер. Мы находимся на западном берегу озера Селигер, недалеко от деревни Неприе. Здесь на постаменте установлена 122-мм гаубица на линии обороны в годы Великой Отечественной войны. Отсюда же в декабре 1941 года и началось наступление Советской армии. Увидели поляну, решили остановиться на ночевку. Вот такие трудовые будни у экспедиции на озере Селигер. Купаться и пить пиво. В четвертый день никак не можем доехать до Осташкова, до которого осталось всего там 20 или 30 километров. За вчерашний день проехали 26 километров. Видимо, ледник здесь шел и образовалось очень большое количество разнообразных осер. Очень красиво. Тут постоим, тут подъедем, поснимаем, тут полетаем. В общем, невозможно быстро ехать. В этот раз стоим на очень красивой поляне, на мысу. Поляна полностью обустроена. Лавки, скамейки, стол. Разнообразные полки для готовки, для раскладки. И даже кухня есть накрытая. В Швейцарии мы стояли в кемпинге. Нам выдали кусок земли 3 на 3 метра. За это платили 45 евро. А если кусок земли попросить с травой, то это стоило 55 евро. А здесь ты можешь совершенно бесплатно, причем вода в 10 метров до озера. Совершенно бесплатно. Вот тебе и отличие путешествия по Европе и по России. Мы находимся около Богородицкого жительного женского монастыря. Монастырь основан в 1716 году в городе Осташков на озере Селигер, на полуострове Житное. В 20 век монастырь вошел во всем своем благолепии, но в 1029 году был закрыт и разграблен. А на территории устроен маслозавод. Разоренная и разрушенная обитель возродилась 17 июля 2002 года. Велотранспорт выходного дня доставлен в кемпинг. Перед городом, местом Ниловская пустынь. При транспортировке погнута ось педали была. Вот такой у нас прибор есть замечательный, номер 5. Им удалось выпрямить, без последствий, но там треснуло немножко. И утерян один винт, зажимающий этот самый руль. Ну, можно на одном ехать. Едем в Ниловскую пустынь. Нила Столобенская пустынь. Православный мужской монастырь, расположенный на острове Столобном и частично на полуострове Светлица, в 10 километрах от города Осташков на озере Селигер. Основал ее в 16 веке поселившийся здесь отшельник Нил, впоследствии названный как Святой Нил Столобенский Чудотворец, слава о котором разошлась далеко за пределы Тверской земли. Тростникова, подброшенная кем-то за ненадобностью. Ну, и любила забраться куда повыше. Ну, вот забралась и вылезла по лестнице, и вылезла на сетки, и там ее не достать было. Ну, трое суток пробыла там. А потом, все же, кой-как, ее выманили, есть захотела и вернулась на землю. Теперь она туда не лазит. Научилась. КОНЕЦ Два дня простояли в кемпинге поселок Твердякино. Позавчера съездили на велосипедах в Нилостолобенскую пустынь. Вчера совершили велопоход по окрестным местам, по полям, по лесам. Отличный сегодня день получился. Целый день в седле. Жара немоверная. Комары. Ужас, куча. Зажрали с ног до головы. Очень устали, 60 километров проехали. Сейчас велотранспорт упаковываю на багажник, и мы выдвигаемся. За два дня стояния нашего в кемпинге комаров убавилось на 50%. Мы перебили всех. Введенская церковь в селе Кроватынь расположена на берегу озера Селигер. Ее заложили после 1782 года, а к 1791 году она уже была построена. Окончательная отделка храма затянулась вплоть до 1802 года. Деревянный крепкий мост. Для большегрузных автомобилей. Дорога укрыта обрезями дерева. Хорошо хоть без гвоздей. Мы находимся около скита Пороскевы Пятницы. Скит от обычного храма отличается тем, что располагается в более удаленном от цивилизации месте. Музыка. Музыка. Какое ж путешествие без костра? Это не путешествие. Мы находимся на берегу Вышневолодского водохранилища. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok